Салам Астану, у меня тут надо старт. Здравствуйте, дорогие соотечники. Я хочу построить передовую, сильную страну, чтобы не было коррупции, вороства, чтобы страна была богатая, чтобы люди у нас были успешны. Это моя цель жизни. Уважаемые друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать об экономическом потенциале Казахстана и каким будет уровень жизни наших людей после смены режима Назарбаева-Токаева. Рост экономики после свержения диктатуры. Многие наши граждане не понимают взаимосвязи, как политическое устройство страны влияет на развитие экономики и улучшение их жизни. Поэтому я хотел бы привести пример Южной Кореи, история которой очень схожа с нынешним Казахстаном. У людей в Южной Корее очень тесные родственные связи, как и у наших людей. Они также жили более 30 лет в диктатуре, как и мы сейчас. С 1948 по 1987 годы в Южной Корее была диктатура, которая маскировалась под президентской формой правления, как сейчас происходит у нас в Казахстане. После того, как южнокорейцы свергли диктаторский режим в 1987 году, экономика Южной Кореи за 10 лет выросла в 4 раза. ВВП, внутренний воловой продукт на душу населения, это ключевой показатель экономики любой страны. Так вот, после свержения диктаторского режима, показатель ВВП на душу населения Южной Кореи вырос с 2500 долларов в 1987 году до 10 тысяч долларов в 1997 году. Южная Корея сделала такой рывок, не имея фактически ничего, ничего того, что было и есть у нас в Казахстане. Это нефть, золото, газ, уран, цинк, медь, резько заменительные металлы и так далее. ВВП на душу населения Южной Кореи сегодня составляет 33 192 долларов. ВВП на душу населения Казахстана за 2023 год составляет всего 13 тысяч долларов 120. Это довольно средний показатель на уровне экономик таких же диктаторских стран, как Турция и Россия, чьи показатели ВВП на душу населения не растут последние 10 лет, так же, как и Казахстана. Теперь представьте, что Южная Корея после смены диктаторского режима смогла увеличить ВВП на душу населения 4 раза за 10 лет, не имея практически ничего. То насколько же сможем вырасти мы, имея для этого все ресурсы? Удвоить показатель ВВП на душу населения в Казахстане можно за 4-5 лет до 26-27 тысяч долларов. Это уровень таких стран, как Португалия и Литва. Я вам напомню, что Литва была вместе с нами в составе СССР и вышла из нее в одно время с нами в 1991 году. Но их люди живут сейчас как минимум в 2 раза богаче казахстанцев. При том, что ВВП на душу населения Литвы 10 лет назад было чуть выше нашего 15 730 долларов. Однако за 10 лет они почти удвоили этот показатель, тогда как мы, имея нефть, уран, газ, золото, металлы и все прочее, за 10 лет упали на 6% при Назарбаеве и Токаеве. Что такое уровень ВВП на душу населения на уровне 27 тысяч долларов, как у Португалии и Литвы? Средняя зарплата в Португалии 2640 евро или 1,5 млн тенге. Средняя зарплата в Литве 2184 евро или свыше 1 млн тенге. То есть размеры средних зарплат этих стран 5-6 раз превышают размеры зарплат в Казахстане. Ипотечная ставка в Казахстане сегодня на уровне 18-20% годовых, а в Португалии она составляет всего 3%. Минимальная зарплата в Литве и Португалии свыше 900 евро или около 500 тысяч тенге. То есть если мы достигнем уровня ВВП на душу населения, как в Португалии или Литве 27 тысяч долларов, то минимальная зарплата в Казахстане тоже будет не менее 500 тысяч тенге, а ненышний Такаевский 80 тысяч тенге. Средние зарплаты будут не менее 1,5 млн тенге, ипотечная ставка будет на уровне 3-5%. Всего этого мы сможем добиться в течение 4-5 лет после смены режима. Для примера, в 2021 году ВВП на душу населения Эстонии выросло на 18%. Мы сможем расти на уровне 15% в год в течение первых 5 лет. Если Южная Корея за 10 лет смогла вырасти в 4 раза, то очевидно, что мы сможем увеличить ВВП на душу населения хотя бы в 3 раза. Это показатель ВВП на душу населения на уровне 40 тысяч долларов. Это уровень Италии. Что такое ВВП на душу населения на уровне Италии 40 тысяч долларов? Это высококлассные дороги, отличные больницы, высокий уровень образования, возможность приобретать жилье по низким ставкам, возможность иметь комфортабельные автомобили, это развитые производства, возможность одеваться в собственные бренды и так далее. Кроме того, это средняя пенсия в размере 1150 евро или 600 тысяч тенге. Такая может сегодня выплачивать нашим пенсионерам по 600 тысяч тенге? Нет. По сути, режим, как платил 10 лет назад нашим пенсионерам 200-300 долларов, так и сегодня платят вам эти копейки, а сами обворовывают страну и обогащаются за счет народа Казахстана. Кто-то из скептиков скажет, что это сказки. Однако я вам напомню про многими любимыми арабские страны, полностью зависящих от природных ресурсов. И несмотря на системные пытки в этих диктаторских, так называемых мусульманских странах, тотальные нарушения прав человека, у них довольно высокие показатели ВВП на душу населения. Так, например, у Катара 78 тысяч долларов на душу населения, у Объединенных Арабских Эмиратов 52 тысячи долларов. Все остальные же страны в первой тридцатке это исключительно демократические страны, при том, что в этих арабских странах, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, нет тех богатств, которыми обладает Казахстан. По сути, у них только нефть, как в Объединенных Арабских Эмиратах, или газ, как в случае с Катаром. А если их лишить нефти и газа, то они скатятся до уровня какой-нибудь Уганды или Пакистана, ВВП на душу которых чуть выше 1 тысячи долларов. Потому что в арабских странах все технологии, образование, строительство, медицины, все западное. В Казахстане же ресурсов и возможностей для развития гораздо больше и шире. Другие скептики скажут, что это нереально за 10 лет достигнуть уровня Италии, Японии, Южной Кореи. Но мы говорим догнать уровень этих стран по доходам на душу населения. То есть уровень зарплат, пенсии, способность покупать квартиры, машины, иметь возможность приобретать жилье по низким ставкам, так как в этих странах. Возможность путешествовать и так далее. Это реально. Однако, чтобы и достичь уровня этих стран по качеству образования, медицины, по развитию науки, технологий, производств и так далее, на это понадобится, друзья, как минимум 15-20 лет. Сегодня же это бездарная власть не то, что догнать кого-то. Они элементарно не могут построить дорог, модернизировать ТЭЦ и просто обеспечить людей обычной водой. По факту они ничего не делают для народа Казахстана. При этом Казахстан занимает второе место в мире по запасам урана. Казахстан, 11 место по запасам нефти, ходит в 20-ку стран по запасам газа и в целом занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов. Более того, Казахстан занимает первое место в мире по добыче урана. Третье место по производству титана. Седьмое место по производству цинка. Седьмое место по добыче угля. Восьмое место по производству цинка. Двенадцатое место по добыче нефти. Тринадцатое место по производству железной руды. Казахстан входит в десятку стран по экспорту зерна, занимает шестое место по экспорту меди. Продолжать можно долго. Но главное, что все эти богатства не имеют никакого отношения к народу Казахстана, потому что до сих пор народ Казахстана соглашался так жить, позволяя Назарбаеву и Такаеву, их шестеркам, обворовывать нашу страну, оставляя народ нищим. Вы понимаете теперь, в какой богатой стране мы живем? После смены режима мы можем вырвать вверх нашу экономику и увеличить размер ВВП на душу населения в 2 раза за 5 лет и 3 раза за 10 лет. Не забывайте, друзья, что Южная Корея выросла в 4 раза за 10 лет и мы сможем достичь уровня Португалии и Литвы за 5 лет, чьи показатели ВВП на душу населения сегодня свыше 27 тысяч долларов. Это означает увеличение ваших доходов в 5-6 раз, а также увеличение бюджета страны в несколько раз, которое пойдет на увеличение зарплат, пенсий, пособий, стипендий, ремонта дорог, модернизации ТЭЦ, строительства школ, больниц и всего того, что необходимо для улучшения качества вашей жизни. Для сравнения, после мирной смены диктаторских режимов Грузии и Армении их экономики за последние 10 лет выросли на 77 и 116% соответственно. В то время как наша экономика за 10 лет упала на 6%. Это говорит о том, что грузины и армяне 10 лет назад были в 3,5 раза беднее казахстанцев, а сейчас всего в 1,5 раза. Еще пару лет и они нас догонят и обгонят, если мы будем продолжать быть пассивными и жить при режиме Назарбаева и Токаева. Многие наши люди по-прежнему боятся великую в кавычках Россию, как недавно заявил Токаев, что Россия непобедима. Мало того, что он мебель, так он еще совсем не знает истории. Россия проигрывала и туркам 1710-1713 годы, шведам 1788-1790 годы, и Крымскую войну 1853-1856 годы. И они платили дань, между прочим, нам, Золотой Орде, XIV век. Только за прошлый век они проиграли русско-японскую войну 1905 года, Первую мировую войну 1914-1918 годы, после которой Российская империя распалась. Сейчас СССР, правоприемник, который является Россия, проиграли войну и ушли ни с чем в Афганистане в 1989 году. Проиграли холодную войну с Западу, потеряли ГДР и влияние на восточноевропейские страны, революции Чехословакии и ее распад в 1990 году. После чего организация Варшавского договора, военный альянс социалистических стран, потерял всякий смысл и прекратил свое существование в июле 1991 года. После чего в конце 1991 года распался и СССР. Такая вот, в кавычках, непобедимая Россия. Давайте посмотрим на историю Финляндии, которая 600 лет находилась под господством Швеции. Сто лет была в составе Российской империи вместе с нами. И после они сумели выйти из состава Российской империи в 1917 году. А в 1939 году в войне СССР финны с населением всего 3,5 миллиона человек сумели отстоять свой суверенитет, имея всего 30 танков и 130 самолетов против миллионной армии СССР, более 2 тысяч танков и более 2 тысяч 500 самолетов. Финны за 3,5 месяца войны вынудили Советский Союз подписать мирный договор, хотя население СССР было 170 миллионов человек. То есть численный перевес населения СССР был в 50 раз больше Финляндии, а территориальный в 60 раз больше. Вы видите, что может сделать народ, когда он сплочен и един. А мы кого-то боимся с населением 20 миллионов человек? Это в 2 раза больше населения таких стран, как Швеция, Португалия, Чехия, Азербайджан, Таджикистан. Разве могли наши предки оставить нам девятую по размерам территорию в мире, если бы кого-то боялись? А что сейчас в Финляндии? Это одна из лучших экономик мира, которая занимает ведущие места в различных рейтингах. Так, в ежеводном рейтинге ООН, так называемые рейтинги счастья, где учитываются такие факторы, как ВВП на душе населения, социальная поддержка, продолжительность жизни, свобода граждан и уровень коррупции, Финляндия занимает первое место. Всего это финны смогли добиться, построив правильную политическую систему, благодаря борьбе финского народа. Посмотрите на Израиль, который с населением меньше 10 миллионов человек противостоит полумиллиардному арабскому миру в составе 22 стран, потому что Израиль имеет передовую армию благодаря активному народу и правильной политической системе, в которой нет ни в арабских, ни в любой диктаторской стране. Израиль как государство образовался в пустыне в 1948 году, то есть в стране чуть более 75 лет. А ВВП на душе населения Израиля более 50 тысяч долларов на уровне таких развитых стран, как Германия и Канада. А у Казахстана всего 13 тысяч долларов, и этот показатель не растет последние 10 лет. Вы скажете, ну конечно, Израилю помогает Америка, а что мешает 22 арабским странам объединиться, создать военный альянс и защищать друг друга? Но они не могут защитить даже одну маленькую Палестину, люди, которые ездят на ишаках и стоят в очередях за водой, как по многим городах Казахстана. Это слабая нация, которая так и не построила сильную политическую систему. Естественно, такое государство не способно защитить ни свой народ, ни объединиться с другими странами. Такая страна всегда будет на грани исчезновения. ВВП на душе населения Палестины 3000 долларов, чуть выше уровня Узбекистана. Вы хотите жить, как Палестине, в казахской же государственности как минимум 500 лет? Хоть берите с образования казахского ханства, хоть со времен Золотой Орды, хоть с тюркского каганата. Минимум 500 лет, а фактически намного больше. Однако мы до сих пор не построили сильного государства. Наши люди не живут богаты, не чувствуют себя на своей же земле уверенно и защищенно, как евреи в Израиле. Вы посмотрите сегодня на Такаяскую армию, где ваших детей убивают в мирное время. Это разве армия? Он даже не в состоянии найти деньги в бюджете для создания профессиональной армии. Это сделаем мы. После смены режима мы создадим профессиональную контрактную армию, которая будет отвечать всем мировым требованиям и стандартам. Казахстанская профессиональная армия будет готова дать отпор любому врагу, хоть Китаю, хоть России, хоть кому. Такая же может только присмыкаться перед Путиным, продавать ему ключевые активы Казахстана, обогащаясь на этих сделках. Он просто табуретка Путина и мебель Назарбаева. И пока мы не избавимся от этого режима, мы не сможем построить сильную, процветающую страну с богатым населением. Но перспективы для этого есть все. И потенциал нашей страны просто огромен. Необходимо лишь мирно сменить режим. Как? Я расскажу в следующем фильме на примере мирных, бархатных революций других стран. Продолжение следует...